мы с вами продолжаем разбираться с питончиком если в прошлый раз у нас был было такой пробег по верхам то сейчас мы более не менее должны начать с ним разбираться поаккуратнее правда сразу скажу все равно нас это не выйдет потому что питон как простой инструмент программирования эта штука довольно легкая и понятная но питон как остроумно устроенная среда и остроумно устроена язык программирования требует большего анализа нам придется забраться чуть поглубже чем вот чем просто изучить все операторы вот я это хотел сказать напоминаю что в прошлый раз мы поговорили об понятии связывания и слегка затронули понятие пространство имен вот про пространство надо поговорить еще немножко вот к сожалению основной разговор мы вынуждены отложить потому что пока мы не поговорим про например функции и вызов друг из друга мы не сможем поговорить про пространство имен по-человечески вот но и тем не менее значит мне кажется я уже описывал ситуацию что для просмотра пространства имен текущего доступных нам служит функции дир вот и если мы какое-то какое-то значение какой-то объект связанным именем то этот самый дир у нас показывает наличие этого объекта в пространстве имен возможно я не говорил но это правда если мы скажем дир от объекта нам покажутся нам будет показано пространство имен которые имманент этому объекту фактически это методы данного объекта мы уже привыкли к тому что методы объекта делятся на специальные и пользовательские специальные методы начинаются два подчеркивания на бла-бла вот ну например метод бла-бла адд реализует операцию сложения об этом мы поговорим несколько позже когда будем говорить про объектную модель питона вот и и какое-то количество методов какое-то количество методов доступны нам в качестве в качестве пользовательских ну например мы можем сказать а точка битлен в 9 и нам будет показана размер нашего числа в битах в значащих битов двоичном представлении но в самом деле если мы скажем бин вот а мы увидим строку в которой раз два три четыре пять шесть семь восемь 9 ну понятно если мы напишем что-то типа битлинг там не за 100 500 . битлинг то мы получим несколько больше так он не умеет потому что это синтаксически неверная конструкция а вот так я думаю понятно да значит предыдущая конструкция пытался разобрать как число с точкой ничего не вышло а вот эта конструкция мы явно поставили скобочки теперь все хорошо вот понятное дело что это 17 бит потому что ну заодно на самом деле возникает вопрос если мы в в пространстве имен нашим дир видим только одно единственное имя а а все остальные имена нам недоступны откуда у нас взялось имя дир имя бин который мы сейчас использовали еще некоторое количество такого рода имен которые вроде бы тоже нам доступны непосредственно тем не менее в глобальном name space и не видны они лежат ответ очень простой они лежат в ним space который называется built-ins вот они все там половина этого name space примерно занимают объекты соответствующие исключения вот оставшуюся половину бы занимаетесь возможные встроенные функции которые мы можем использовать не импортируя ничего просто для того чтобы они не мозолили нам глаза когда мы просматриваем текущий name space они вынесены в отдельный специальный свойств который зовется долго и когда мы что-нибудь такое набираем на клавиатуре питон ищет сначала в локальном name space и потом в глобальном данном случае они совпадают они не совпадают только если я произвел вызов функции вот а если не там не там не найдены еще ищет белты не кажется в таком порядке я думаю что да вот если допустим я перегружу пригружу перегружу встроенный built-in name space и напишу dir равно ну скажем ку-ку то все у нас теперь функция dir работать не будет ну хотя наверное может быть ой зря я так сказал может быть вот так будет работать конечно только не built-in с а так работать будет ну понятно мы помним что у объект в питоне может быть много имен вот это имя dir которое я здесь определил одно видите залипло в глобальном name space и а то имя функции dir которое сейчас вызвал она вполне себе осталось в name space и built-ins просто при поиске имен да при name resolution order первым делом питон наткнулся вот на этот dir ну и вот ну мы его давайте удалим все работает вот значит пространство имен мы с вами приводили не очень формально говоря не очень формально говоря не очень понятный пример того как операция связывания чем она не похожа на операцию присваивания потому что когда мы я показывал по моему я показывал списке и говорил что я себе модифицирую список то два имени к вы ссылается на один тот же объект хорошо мы видим что изменяет объект мы по нескольким различным именам получаем доступ именно к нему к нему измененному мы к этому еще вернемся вот просто чтобы закончить операции связывания кроме того помимо связи именем в питоне есть еще связь путем участия в каком-нибудь списке или словаре ну короче говоря в каком-нибудь составном типе данных можем написать что-нибудь в таком духе или равняется 12 а при этом мы организуем новый тип данных который называется список на самом деле он не списка динамический массив но это потом в котором будет храниться три ссылки на три объекта на объект 1 на объект 2 и на объект связанный именем а тем самым количество связей у а увеличится на единичку мы помним правда значит немножко таинственное таинственное значение что у нас никогда не получалось меньше трех вот ну какие-то внутренности питона шалят в этом смысле так вот при этом количество связей у а увеличится на единичку у объекта у этого у 2 3 у 3 2 4 вот кстати можно это проверить да это то что был в прошлый раз сис . get мне рифкаунт от а 3 а вот если мы это удалим интересно что будет дел 2 вратану как раз вот пока что мы вводим два способа связывания связывание именем и связывание участием в составном типе данных ближе к середине семестр мы увидим что это вообще говоря одно и то же и этой магии в питоне тоже не вот но сегодня мы хотели поговорить про другое сегодня мы хотели проговорить про у меня было желание вот в прошлом году я начал с функций и итераторов но как-то это плохо зашло поэтому в этом году мы зайдем с другой стороны с которой обычно заходят при изучении обычных языков программирования а именно поговорим про условные операторы цикла прежде чем ну там была моя идея такая поговорить про функции про поговорить про рекурсию и только потом заменить ее цикл вот и не не сработало поэтому я лучше поговорю про цикл и так прежде чем говорить про условный оператор давайте вспомним немножко алгебру логики в самую простом варианте в варианте трех значит операции и или не да вот у нас есть true какой-нибудь вот true это будет false очевидно да ну и таблички истинности нам известны из курса дискретной математики что ложь и так операция and равна истине только тогда когда оба аргумента оба операнда порогом истины а а в остальных случаях она ложная операция ар равна лжи только тогда когда оба операнда ложная в остальных случаях она истина вот все это можно нарисовать что-то типа такое вот да вот что несколько более важно так же как в си и си плюс плюс и кажется джава боюсь соврать в питоне операция и операция или и являются частично вычислимыми это означает что если у нас первый оперант в операции и уже ложен то ответ заведом и ложь и второй оперант вычислять не надо смотрите я могу им сеть так и он равняется ну скажем десяти и в н не равняется нулю энд н больше нет не так энд единица на н скажем так меньше 0.2 принц куклу все хорошо предположим н равно нулю как будет работать вот этот условный оператор значит поскольку мы работаем с условным оператором то давайте прям вот так напишем да это и выражение равно фолз потому что уже первый и его оперант равен фолз второй оперант не вычислился а если бы он вычислился то мы внезапно получили получили бы вот такое zero division я вот это в общем совершенно не мудреная штука которая встречается в многих языках программирования в питоне в том числе позволяет избежать вот такого рода очевидных ошибок то есть мы точно знаем что в операторе дизъюнкции если у нас первое условие истина то второе не проверяется в смысле и или вы ли если первое условие истин 2 уже не проверяется в операторе конъюнкции если Если, первое, условно, ложное, то второе уже не проверяется. Более интересна другая фишка питона, которая, кстати, сказать, несколько менее очевидна. Смотрите, так же, как в C, в питоне можно написать что-то типа if a print kuku, ну и там else, это было слово else, ну, print kuku-ri-ku. Наши любимые ку-ку и ку-ку-ри-ку. Что при этом произошло? А у нас число, и поскольку оно не равно нулю, оно считается истиной, а вот если бы оно было равно нулю, оно бы считалось ложью, и вся бы эта конструкция у нас заработала бы вот так. Тоже, в общем, вполне очевидна. Но почему бы не пойти дальше? Вот в C, например, только ноль считаются, и объекты, эквивалентные целочисленным, равные нулю, считаются ложью, а все остальное считается истиной. В питоне для каждого класса может быть определен так называемый пустой объект, и этот пустой объект будет считаться ложью, а, соответственно, все остальные объекты считаются истинными. Например, not 0, true, not 0.1, сколько это было? False. Not 0.0, true. Not, допустим, бла-бла-бла. False. Not пустая строчка, true. Любой пустой объект из тех, которые существуют, из которых вы можете сконструировать, считается ложью. Любой не пустой объект считается истиной. Вы не думайте, это такая конструкция, которая на самом деле генерирует специальный объект типа эллипсис. Вот. Про нее мы будем говорить сильно более потом. Тоже, в общем, все вполне очевидно. Окей, договорились о том, что пустые объекты – это ложь, не пустые объекты – это истина. А вот теперь главный кунштюк алгебрологики в Питоне, который состоит в том, что она не совсем бинарная. Смотрите. Объясняю явление. Чисто формально, как должна работать операция И? Если первый объект ложный, она должна вернуть ложь. Если первый объект истинный, она должна проверить, второй объект ложный или нет. Если он ложный, вернуть ложь. Если он истинный, вернуть истинный. Ответ правильный, она истину вернула. Правильный. Ответ правильный, она ложь вернула. Правильный. короче говоря если внимательно вглядеться в вот такое расширенное понимание понятия истинная ложь точнее пустой и не пустой объект мы внезапно обнаруживаем что операция и выглядит следующим образом если первый объект пустой вернуть пустой объект этот первый а если он не пустой вернуть второй объект все таким образом на самом деле упрощается само логическое выражение мы не проверяем оба участника оба участника процесса на предмет того каков их эквивалент true или false мы проверяем на пустоту только первый объект и в случае операции и если первый первый оперант ложь мы возвращаем этот первый оперант не глядя не преобразуя ни во что не делая просто ложный зачем в нем потому что нам надо вернуть ложь если же 1 оперант истины мы вообще не глядя возвращаем второй оперант потому что потому что это правильно абсолютно такая же картина с операции или только в обратную сторону если первый оперант истина возвращаем его а если ложь то возвращаем 2 вот и все да ну вот данном случае что у нас будет ответ какой 100 500 совершенно справедливо а так 3z да все так вот на этом основана техника написания плохо читаемого кода на питоне вообще говоря это вам не си на питоне надо постараться чтобы написать плохо читаемый код на си надо постараться чтобы не написать вот ну вернее нет если вы посмотрите есть такие международные соревнования по написанию не читаемых программ на си там люди очень стараются но это это что-то невообразимое впрочем это автобер да но так вот есть такая техника написания плохо читаемых программ на питоне когда злоупотребляются вот этим механизмом или и вот этот вот этим всем вот ну например вы можете написать так смотрите а запятая b запятая c равняется ну скажем 1 2 3 и написать а энд б ор ц идея состоит в чем это такой условный оператор да если а то б иначе c смотрите вот если кто здесь присущих не знает в чем подвох попробуйте поискать подвох в таком волшебном условном операторе ну точнее условной операции никто не замечает вот действительности ли всегда вот это вот а энд б ор ц будет работать как если а то б иначе c ну же да совершенно справедливо смотрите или нет работают не работают да потому что иначе c а новый фигах и выдался почему так потому что результат а и б это все это б а он 0 и и он внезапно фоллс и мы идем по третьему папа 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 трети ветки or c поэтому чтобы вот в такие грабли значит нам не спотыгаться в питоне есть так называемое условное выражение которое выглядит следующим образом а и в то есть нет там что если а то б до б и в а л с ц ну а теперь все в порядке здесь никакого подвоха не будет знакомая нам тернарная операция которая есть в сисе плюс плюсе например вот обратите внимание на порядок следования операндов до условия посередине слева клауза истина справа клаузу ложь на самом деле это даже удобно потому что если например пишите вот такое это прям слух читается результат b если а иначе c вот не нужно никакие скобочки лишние расставлять такие дела и это что касаемо да значит в лекциях у нас будет прям табличка истинности нарисованная пускай они пока открываются лекции открываются открываются лекции лекции открываются то что ж такое то ну ладно давайте так я наконец сподобился написать объявление о начале лекций вот вот эта табличка истинности питоновская вот ну собственно на этом можно было бы наш разговор закончить но я вспомнил что в питоне есть еще одно слегка волшебненькое свойство и оно касается уже не логических операций а сравнений со сравнениями в питоне все очень хорошо вы можете написать один больше меньше трех или там больше равно трех это все понятное дело да или написать что-то типа там не знаю а запятая б равняется написать чё а нет а равно б да а равно б равно вот чему-то и написать а из бы помните сравнение из это значит что у нас объект имеет что это один тот же объект с двумя именами вот значит все хорошо там этих операций сравнение ну сколько сколько нужно на равно на не равно на больше меньше и так дальше более интересен факт что в питоне вы можете написать буквально следующее допустим а b c равняется раз два три еще давайте д для 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 этого самого 4 и написать а меньше бы меньше 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 надо понимать что вот эта операция это операция четырехместного сравнения а не сравнение результатов а меньше b с c и результатом а меньше б с d хотя формально говоря поскольку а меньше b это фолз а фолз это true а трое то у нас один то мы могли бы эту единицу сравнить с c но нет ну ну можно так написать д больше c больше бы больше а вот вот тут уже точно если мы сделаем вот так вот то будет фолз ну потому что один меньше на самом деле чем 2 вот эта операция четырехместного сравнения очень удобно в таком стиле математическом когда вы прям пишется вот вот эту вот 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 загогулина если мы здесь напишем что-то типа 100 500 понятно будет фолз потому что один из этих одно из этих сравнений не сработает во что раскрывается такая последовательность давайте прям вот переведем ее в нормальную нотацию в двухместную операцию больше диктуйте видимо скобочка понадобится скобочка d больше c дэш скобочка может и не понадобится да и нд c больше b и нд б больше а вот так то так и есть вот этой штукой можно активно пользоваться особенно если это у вас операции сравнения типа больше меньше из равно и так дальше но как вы понимаете синтактический сахар вот 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 такая штука читается гораздо менее удобно чем вот такая особенно если там какие-то выражения внутри вот это все но я сейчас попробую найти одну странность только я не помню в каком году она у меня была сейчас мы пошарим на эти в этом деле возможно в этом она была году а может быть и нет в этом году и не было а смотрите ну это правда Это, в общем, тоже правда. Это означает, что в списке из одного элемента, в котором есть элемент false, не содержится элемент true. Очевидно. Объясните явление. Нет. Нет. Нет, тогда бы оно работало. Все. False is false – это true. True and false – это false. Почему у нас true результат? Правильно. Вот слово and прозвучало с этого края. Это сравнение, это трехместное сравнение, которое раскрывается по тому же самому принципу. Это на самом деле false is false and… что там? False and true. Вот. И понятно, что это true. Вот. Поэтому ставьте ваши скобочки, если вы не уверены. А на самом деле, просто пускай у вас отрабатывает некоторый инстинкт, что вообще любая бесскобочная последовательность сравнений в питоне трактуется именно как множественное сравнение многоместное, даже вот такая, где разные операции сравнения false is и in, да, вот. Ну и раскладывается вот в такую гармошку. Не попадайтесь на эту удочку. Вот. Вот. И это, собственно, все, что вам следует знать про логические операции. Теперь давайте немножко поговорим про питончик. В смысле про этот самый, как его фамилия, про условные операторы. Про условные операторы особо много говорить-то, вообще говоря, не о чем, потому что условные операторы в питоне, ну, такие, в общем, примерно, как и у всех. Они условные. Вот. У них есть клауза if. Вот давайте. Я вам волшебную таблетку еще не рассказывал. Сейчас расскажу. Ну, сначала не буду. Смотрите. a равняется input, b равняется input, c равняется input. Абсолютно не питоновская строка. Мы так делать не будем никогда, но поскольку мы не знаем, как делать по-другому, пока будем делать так. И теперь if, допустим, это было слово if, if a, c лишнее, a больше b, print больше. Могу даже делать вот так вот, больше. else, print, mention. Ага, спасибо. Тут сразу с места прозвучал комментарий, что это вообще неправильный код. Ну, в том смысле, написано неправильно. С точки зрения русского языка это неправильный код, потому что на самом деле есть еще вариант равно. Ну, давайте сначала я поясню один важный момент для питона, который, возможно, не все из вас знают. А момент состоит в том, что в питоне вообще нет понятия операторных скобок. Вот этих бегинов, ендов, фигурных скобок открывающих блок операторов, фигурных скобок закрывающих блок операторов. А вместо этого есть так называемое понятие индентед блок или блок с отступами. Что это значит? Это значит, что если вы начали условно оператор, написали там двоеточие, то питон ожидает, что следующий оператор будет начинаться не с того места, с которого начинался предыдущий, а с каким-то отступом. И более того, питон ожидает, что и все остальные операторы в этом блоке, с отступом в этом операторном блоке будут начинаться не с того места, с того же самого места, с которого начиналось предыдущий. Ну, что-нибудь такое. А плюс равно B. А здесь А минус равно B. А здесь print A, Z, B. Это было слово print. Вот. Значит, обращаю ваше внимание на то, Ну, давайте if. Сейчас проверим. Точно. Мы не можем, мы не можем, во-первых, мы не можем минус равно сделать для строк. До запятой мы даже не дошли. Кстати, обратите внимание на то, что синтаксически А.Б конструкция верная. Это просто обращение к полю А объекта Б. А вот когда мы к нему обратимся, и выяснится, что на имспейсе в пространстве имен объекта А нету поля Б, я соврал, к полю Б объекта А, конечно. Когда мы к нему обратимся и увидим, что в пространстве имен объекта А нету поля Б, вот тогда возникнет ошибка. Хорошо, давайте тоже плюс напишем. А, давайте Б плюс равно А, да? Во, во, прикольно. Вот. Вот сейчас возникнет эта ошибка только. Вот мы что-то ввели. Кстати, обратите внимание, дыдыщ. Вот. Он сказал, ребята, в вашем объекте типа стыр нету атрибута Б, поля Б. Ну, да, потому что это была ошибка. Потому что на самом деле надо было написать так. Обратите внимание вот на что. Что в этом тексте, не то чтобы вас смущает, потому что вы наверняка знаете ответ, но тем не менее кажется неудобным и неприятным. Вот в этом. Для начала то, что мы вроде как ввели числа, а питон на это наплевал и говорит, да это строки. Третий питон, в отличие от второго. Вообще с помощью оператора input вводят только строки и ничего, кроме строк. Всегда. Результат функции input это строка. Если вы хотите преобразовать ее в число, преобразуйте ее в число. Вот. Сейчас мы это сделаем. Но пока все-таки дождемся, чтобы оно заработало. Ну, теперь мы знаем, что это строка, поэтому можем вводить строки. Так. Для начала. Почему строка адв... сва меньше, чем строка... Адв... Правильно. Ну, мы используем лексикографическое сравнение. Нулевой символ у нас одинаковый, проверяем первый символ, а первый символ у первой строки меньше, чем у второй. Отлично, значит, первая строка меньше, чем вторая. Для тех, кто, возможно, запамятовал, что такое лексико-графическое сравнение, покажу еще один вариант. Вот. Здесь мы сравнивали, сравнивали символы наших, элементы наших последовательностей до тех пор, пока не уперлись в ситуацию, что одна из последовательностей кончилась, а вторая нет. А символы все это время были равны. Ну и поскольку они были равны, но одна оказалась длиннее, значит, та, которая длиннее, та и больше. Вот в этом и есть вся суть лексико-графического сравнения. Вот если бы они оказались равны по длине и все элементы были равны, было бы равным. Теперь мы вспоминаем, что мы неправильно написали эту программу, потому что еще есть случай равно, и представляю клаузу елив. Обратите внимание, операция сравнения выглядит как операция сравнения, а не как операция присваивания. Вот. И здесь можно писать принт равно. Это буква маленькая. Вот. елив. Как нетрудно догадаться, как нетрудно догадаться, этих елифов может быть в столбик написано сколько угодно. Зачем вообще такое, ну, с точки зрения структурного программирования, не вполне законное расширение оператора if. Затем, что именно в питоне вы не сможете написать вот этот вот if с несколькими различными сравнениями реально в столбик. Если бы здесь написали else, а потом if, а потом снова else, то вот этот вот, вот это веб-клауза оказалось бы сдвинуто. Смотрите. Абсолютно то же самое написано. Но читается намного хуже, а если там не одна, не две, не три, а скажем, десять альтернатив, то у вас получится такой вот лестинг такая вправо. Вот. Именно поэтому, как в некоторых других языках программирования, например, в модуле, в питоне это еще не все, вот, в питоне введена к клауза ELIF, но вы должны себе хорошо представлять, что каждое такое сравнение выполняется до тех пор, пока мы не найдем истинное. То есть, если у вас сто пятьсот сравнений и нужный результат оказывается на сто четыреста девяносто девятом, значит, сто четыреста девяносто девять это сравнение вы выполните. Вот. Ну вот. Блок с отступом. Пример. Если я нарушу правила одинакового отступа внутри операторного блока и сделаю, например, вот так, то при попытке запустить это дело у нас выйдет даже не синтаксическая ошибка, а нам редактор нас обматерит. Но если вы это отдадите питону, то питон вас обматерит. Вот. Он для красоты даже выделил это красивым цветом. Кстати, обратите внимание, что если мы сделаем вот так вот, он нас обматерит совершенно по-другому. В первом случае он сказал вы задали индент, а потом задали индент еще больше, а во втором случае он говорит, слушайте, вы задали индент, потом анендентили, то есть как бы сдвинули обратно, только не обратно, а куда-то в никуда. Ну вот, примерно так он и с нами общается, редактор. Вот. Такие дела. Абсолютно ничего военного в этой всей машинерии нет. мы должны помнить, что питон это интерпретатор. Как мы только что видели, любые ошибки, отличные от чисто синтаксических, уходят в рантайм, то есть пока мы не запустим программу и она не дойдет до этого места, мы не увидим этой ошибки. кроме синтаксической, которую питон пытается это разобрать, если он не может это разобрать, он ругается сразу. И нарушение правила отступов является синтаксической ошибкой. Я знаю некоторое количество хакеров, которые за это очень не любят питон, за то, что красивая разметка является частью синтаксиса. Я не знаю ни одного преподавателя, предверяющего домашние задания, который за это бы питон не любил. Ну, потому что да. Значит, очевидно, очевидно неудобное место, когда хочется записать операторы в строчку, это, например, когда вы делаете множество присваиваний в начале и равно единице, b равно двум и так дальше. Но именно в этом случае в питоне есть множественное присваивание. Можно написать a, b, c равняется 1, 2, 3. И будет очень красиво и компактно. И мы говорили в прошлый раз множественное присваивание в питоне атомарно. То есть мы берем значение справа и связываем их именами слева. И это лучше, чем последовательная такая связь, ну, например, на примере этого самого обмена значениями без использования третьепеременной. Помните, a, b равняется б. Три что? А что такое три и подряд? А, давайте, я понял вас, давайте проверим, мне интересно самому. Так, она запустилась, давайте мы его запустим. Вот. Вы хотите вот так сказать, да? Я думаю, что будет три. Да? То есть операция связывания работает предсказуемым образом. Она сначала свяжет именем i объект 1, потом свяжет именем i объект 2, а потом свяжет именем i объект 3. Спасибо за вопрос, мне тоже было интересно. Вот. Прежде чем идти дальше, обещанная волшебная таблетка. Предположим, мы хотим ввести здесь три числа, допустим. И не просто три числа, а еще три целых числа. Значит, мы должны написать вот так, извините, сишные привычки. Да? Ну, просто ради интереса, чтобы был другой кон. Не более того. Значит, смотрите, что я написал? Мы вводим стронку, а потом скармливаем эту строку конструктор целых чисел int, который, разумеется, если мы напишем вот так вот, отлично сделает из строки число. Почему бы и нет? Ай, нет. Так каждый дурак может. Вот. Такое преобразование, разумеется, не работает, если им скажем вот так, понятное дело. Такое преобразование, кажется, не работает, если мы скажем вот так, потому что мы должны, ну, в общем, так это не работает. Если вы хотите, хотите провязывать его в 16-ти личное число, так и пишите. пишите 2.34 16-ти личное. Вот, пожалуйста. Вот. То есть, это достаточно ограниченный область действия, но для того, чтобы преобразовать, ну, реальные числа в реальные числа, подходит идеально. Кстати сказать, мы с вами видели уже функцию bin, ну, я думаю, будет не секрет это сказать, что есть еще функция oct и функция hex. Что они делают, догадайтесь сами. Вот. Значит, вот мы ввели 3 числа, преобразовали в их момент, все работает. Все, конечно, работает, но, во-первых, нам пришлось их вводить в столбик. То есть, мы вот запустили программу, она говорит, введите, мы вводим, она говорит, опять введите, мы опять вводим, она говорит, опять введите, мы опять вводим. В домашних заданиях, скорее всего, будет не так. В домашних заданиях тут сказать, введите числа через запятую целые, возможно, неизвестно сколько, но это потом. Да? Что с этим делать? Есть два пути. Сложный, но честный, простой, но нечестный. Мы с вами будем пользоваться, разумеется, нечестным. Вот. Сложный, но честный стоит в следующем. Давайте мы действительно введем несколько, какое-то количество чисел через запятую. Вот. Я случайно там бэкслэш нажал, он ни на что не повлиял. Это строка, которая состоит из четырех чисел, их можно разбить с помощью метода сплит по этой самой запятой. Получится список строк, на которые разбивается наша строка, если из нее удалить разделители, ну и получится вот такая штука. Каждая из такой штуки можно преобразовать в целое число. Вот. Это можно сделать разными способами. Можно написать вот так вот, например, что-то типа int от и for и in. Но мы этого еще ничего не проходили, поэтому вы не знаете, что это такое. Но можете догадаться. Это можно сделать более кривым способом, написать, что-то a, b, c, d равняется вот так, а потом a, b, c, d равняется int от a. Мне даже лень писать. int от b. Ну, вы меня поняли, в общем. int от c. Мне правда лень писать. int от d. Я от этого страдаю. Вот. Все. Все хорошо. Как я уже сказал, это честный, но медленный способ. Мы с вами будем использоваться способом нечестным, но быстрым. Нечестный способ стоит в следующем. В питоне, как в некоторых других языках программирования, есть невероятно опасная, совершенно непредсказуемая и очень вредная функция e-val. e-val О, некоторые знают, что такое e-val. Функция e-val позволяет скормить питону строку, строку, строку переменную, строку объекта со словами это питон, выражение, написанное на питоне, вычисли его, пожалуйста. Давайте проверим. Значит, строку, как мы уже сказали, ну, допустим, раз, два, три, плюс четыре, пять, шесть. Это строка такая. А если мы скажем e-val от этой самой строки, то внезапно питон туда заглянет и вычислит то, что там написано. Ну, можем даже присвоить, например, сказать, a-val от s. Что еще важнее, e-val принимает во внимание name space наш с вами. То есть, мы можем написать, например, b равняется e-val от, внимание, внутри строки a умножить на 8. Когда мы вот это вот e-val питон уже знал, что есть в name space такое имя i, поэтому можно вычислить выражение a умножить на 8. К чему я это говорю? к тому, что, помните наши требования, введите сколько там, неизвестно сколько чисел через запятую. Ну, скажем, 3. Что будет, если мы питону, скажем, неизвестны чисел через запятую? Что это за конструкция? Это кортеж, это константный список. То есть, если мы возьмем и напишем вот так вот, и скажем, e-val от s, результат, это будет валидное питоновское выражение, которое вернет внезапно константный список из внезапно целых чисел. То есть, a, b, c, d равняется e-val от s. То есть, вот здесь вот мы должны были ввести 3 целых числа через запятую. Окей, давайте так и сделаем. a, b, c, равняется e-val от input. Ну, если кто захочет, может даже написать введите 3 целых числа через запятую. Кстати сказать, в домашних заданиях запрещено так делать. Знаете почему? Ну, кто работал с e-judge, тот знает почему. Человек работал с e-judge. Нет. Значит, да, человек не работал с e-judge. Смотрите, ну, сейчас объясню. Значит, сейчас объясню. Где там f5? Блин, да просто f5, что я торможу? О! все хорошо. Значит, почему не надо так делать с e-judge? тот, кто делал домашнее задание, мы правда... Кстати сказать, помашите ручками, кто сделал домашнее задание? Отлично. Кто-то ко мне обращался, что там был неправильный, неправильная формулировка в домашнем задании. Видимо, я ее успел поправить. Зря я ее поправил. Осталось. Короче говоря, идея моя была какая? Я, к сожалению, кажется, там вот, я просто скопипастил эту формулировку, и у меня все приняло, значит, я что-то поправил. И это зря. Идея была моя какая? Что, когда вы делаете домашнее задание, вам прилетает сообщение об ошибке. И журнал. И в этом журнале написано, какой вывод на самом деле от вашей программы ожидали. Вы заглядываете в этот журнал и пишете программу, которая выводит то, что от нее ожидали. Вот. Если в тестирующей программе написано, что от вас ожидают вывод, введите три числа через запятую, то надо это сделать. Если в тестирующей программе не написано, что ваша программа должна выводить, введите три числа через запятую, не надо писать это. Именно поэтому в ЕДЖАДже, как правило, вот такие штуки не нужны, и все импуты превращаются в вот такую простейшую конструкцию. Подавляющее большинство импутов превращается вот в это. Мне даже, наверное, не нужно особенно сильно говорить вам, поверите мне на слово, это волшебная таблетка, бла-бла-бла, потому что более-менее понятно, как все это работает. Вот. По секрету скажу, что есть еще оператор-экзек, который заставляет питон выполнить кусок кода, находящийся в строчке. Он еще более взрывоопасный. Но ЕВАЛа достаточно. Вот. ЕВАЛа достаточно. Вы можете ввести такое, от чего ваша программа, ну, вместе с компьютером уйдет в астрал. Что? По-моему, что? Проще. Домашнее задание. Значит, смотрите, домашнее задание, не обязательно практически его исследовать, то есть вы не, как бы, если бы было домашним заданием открыть цианид калия, я не стал бы настаивать на его тестировании. Вот. Домашнее задание, предположить, что можно такое ввести на конструкцию ЕВАЛ-ИНПУТ, чтобы у питона снесло крышу, возможно, вместе с крышей вашего компьютера. Вот. Значит, по секрету скажу, что во втором питоне операция ИнПУТ работала именно вот так, как здесь написано, как ЕВАЛ-ИНПУТ. Потом ребята подумали, решили, что нет, нет, пускай ЕВАЛ будет явный. Вот. А ИнПУТ пускай вот вводят исключительно строки. Так. Что нам еще осталось? Еще операторы цикла. С этим все понятно? Я не вижу особых проблем. Операторы цикла. Я даже не знаю. У меня меня очень подмывает потратить пять минут на некоторый горящий бред типа того, что операторы цикла не нужны, если есть бесконечные данные. Но, пожалуй, не здесь. Ладно. Значит, у нас нет бесконечных данных. У нас все-таки мы живем в конечном мире. Ну, актуально в конечном смысле. Значит, для того, чтобы нормальный язык программирования был нормальным, в нем должны быть еще операторы цикла. Вот. По крайней мере, в современных... Ну, или рекурсии, разумеется, потому что рекурсии цикла это почти что одно и то же. Вот. По крайней мере, в современных языках программирования пока что так. Простой оператор цикла, а оператор цикла, который проход последовательности мы будем проходить тогда, когда будем проходить последовательности, извините за коломбур. Так вот, простой оператор цикла выглядит очень просто. Он выглядит как while в хиле. Да в хиле же, ну... Да шо ж такое-то. Шаловливые ручонки. Дальше идет условие, ну, скажем, а меньше десяти, а дальше идет тело цикла а принта. Можно даже что-нибудь такое ради прикола. Вот. маленький, как это правильно сказать, маленький наезд на мироздание. Если в вашем учебнике по программированию было написано, что оператор цикла состоит из двух частей, а именно из условия и тела, зря вы этот учебник не выбросили. Оператор цикла состоит из четырех частей. Чего не хватает вот этому оператору цикла? Инициализации. У нас непонятно, чему равно а. Мало того, что он непонятно, чему равно. Если мы его немедленно прямо здесь не проинициализируем, путем ввода или путем присваивания нулю, то, не дай бог, этот цикл окажется вложенным в другой цикл. Если там не будет инициализации, разумеется, один раз этот цикл выпнется, а больше ни разу. Но этот цикл выпнется бесконечно через четырех раз, потому что? Потому что нету изменения. Да? Вот. Значит, вот цикл курильщика состоит из двух частей, а цикл здорового человека из четырех. Инициализация, проверка условия, тело изменений. Когда дети учатся программировать, я вот эту мантру заставляю их просто повторять каждый раз, когда они организуют какой-либо цикл. Вот. Назовите мне язык программирования, где в синтаксис оператора цикла входят все четыре куска. Инициализация, проверка условия, тело изменения. C. Совершенно справедливо это цикл for. В питоне цикл for абсолютно другой. Что, давайте проверим, работает это вообще. Это вообще работает. Здесь бы можно было вообще говоря прекращать рассказывать про оператор цикла, но мы можем еще вспомнить, что есть оператор break, оператор continue, которые соответственно переходят на начало и на конец цикла. Ну давайте мы оператор continue здесь все-таки используем. Ну допустим, меньше 100. Здесь плюс равно, ну допустим, там не знаю, 3. И тогда здесь допустим 10. Вот. Посмотрим, что получится. Что-то получилось. И давайте пропустим число 49. Напишем if только тогда не так. Поменяем местами вот это и вот это. If а равняется 49, continue. Вот. чтобы виднее было. Ой, она может не равняться 49. Или 31, да, спасибо. Вот у людей с арифметикой лучше, чем у меня. О! Видите, да? Значит, когда у нас а стало равно 49, сработал оператор continue, который привел к тому, что мы немедленно перепрыгнули на проверку условия. Я надеюсь, что никому из здесь присутствующих этот удивительный факт объяснять не надо. равным образом существует оператор break, который говорит, что мы выйдем из цикла вообще, если условия выполнены. Ну, давайте еще допустим print done. нашли наши 49, и поскольку мы его нашли, мы выскочили из цикла, цикл больше не продолжается, вышли по оператору break. Обратите внимание на то, что если я здесь напишу 30, как я раньше собирался, то оператор break не выполнится вообще. Понятно, потому что мы туда не попадем, такое условие не будет выполнено. Теперь внимание. фактически мы сейчас недореализовали алгоритм, который называется поиск первого, поиск первого подходящего числа в последовательности. Суть алгоритма в том, чтобы в последовательности найти нечто, и в случае, если нечто найдено, предпринять одну группу действий, а если оно не найдено, другую группу действий. В данном случае давайте мы напишем не только break, а напишем еще, что число найдено, found print 49 found break, а вот здесь вот мы должны написать 49 not found, но если мы сейчас просто напишем 49 not found, разумеется, мы получим ерунду. Понятное дело, да, то есть, опять же, никому и здесь не нужно говорить про это, что мы получим ерунду. вот она, вот ерунда. Я бы хотел, чтобы в случае, если мы что-то нашли, я написал 49 found, а если не нашли, not found. Для тех, кто не знает питона, ваше предложение. Да, проверить еще раз условия выхода, вот здесь, да, то есть, сделать еще одно условие, и в а не равно 49. Двоеточие, спасибо. Вот. Значит, проблема с этим состоит в двух вещах. Вещь первая. Не исключено, что вот эта проверка, проверка первого, да, поиск первого, она одноразовая. Ваша первая может в этот момент уже взорваться, вам нечего будет проверять. То есть, вам надо на самом деле завести специальный флаг, в котором вы будете хранить информацию о том, нашли вы или не нашли, и проверять этот флаг. То есть, еще где-то в начале завести переменную, здесь ее писать там труд, где-то фоск, короче, обмазывать это все какой-то специальной проверкой. Между тем, вообще говоря, язык программирования способен отличить, мы вышли из цикла с помощью брейка, или мы вышли из цикла, потому что цикл у нас больше не торт, что он уже закончился. И для этой цели в питоне есть клауза else к циклу. Обращаю ваше внимание, это клауза else относится к циклу while. работает это так же, как клауза else к условному оператору. Если условие в условии верно, работает тело цикла, если условие не верно, то есть мы вышли из цикла, потому что условие больше не верно, выполнится клауза else. Если же мы вышли из цикла, потому что использовали брейк, а не потому что условие не верно, клауза у нас не используется. Found. Not found. Обратите внимание, насколько мы освободились от всевозможных синтатических наслоений для проверки того факта, который мы уже один раз проверили. И также на то, что если даже у нас а в какой-то момент будет равно 49, но вышли мы по брейку, то все равно выход по брейку идет в обход else. Давайте можно еще написать здесь дан, чтобы было понятно. Этот дан выполнится в любом случае. В общем, невелика мудрость на самом деле. Ноуду. Так. Никаких других таинственных свойств у цикла while в питоне нет. И сейчас я гляну в план, но в планах у нас... Я планы поменял, к сожалению. А, вот. Значит, решение домашних заданий все уже решили, значит, проблем особых нет. Eval input я рассказал, print я рассказал. Что это за правило оформления? А, да, точно. О, это как сдавать домашнюю работу? О, как интересно. Это 17-й год, спасибо. Ну, это неважно, собственно. Это тоже. А это 18-й год. Ну, ладно. Значит, я все это... Это 17-й год. Я знаю, знаю. Я сейчас смотрю аналогичные планы лекций, что там такое было. Ничего там такого не было. Значит, давайте тогда вам расскажу одно свое недавнее открытие. И на этом мы, наверное, закончим. Хотя, конечно, малова. А, для тех из вас, кто не знает, использование математических функций. Вот. Потому что это важно. Потому что на этом будут домашние задания. Мы с вами уже знаем, что в питоне есть какое-то количество какое-то количество арифметических операций, которые работают в том числе и с вещественными числами. Ну, вернее, с их моделями. Да? Мы узнаем, что есть возведение в степень. Вот такое даже, да? Таким образом, можно сделать корень любой степени. Вы же понимаете, да? Корень из двух. Вот. Я забыл сказать в прошлый раз, но в питоне таки есть операция целочисленного деления. Она выглядит как в C-шарпе. Вот так. Вот. Кстати, сказать, отличие второго питона от третьего. Во втором питоне было как в C. Делите два целых числа, получаете целое число. Делите хотя бы одно из них не целое, получается не целое. Вот. В питоне, если мне не изменяет память, есть также и комплексные числа, прям встроенные. Вот. Что, собственно, неудивительно. Питон вообще в последнее время очень активно используется всевозможными математиками, особенно дата-аналитиками. Вот. Чего у нас из коробки нету, это тригонометрических и всяких таких вот функций. Тригометрические и всякие такие вот функции в питоне содержатся в модуле, который называется math. Это чуть ли не единственный модуль, который рекомендуется импортировать вот так. После чего к нам в namespace проезжают математические функции, всякие тангетсы, синусы, вот эта вот вся вот эта вот ерундистика. Эх, у нас уже нет... Во сколько мы заканчиваем? В половину? У нас есть время. Значит, из всех этих функций они все, в общем, вполне очевидные. Громче. А, смотрите, давайте я расскажу, хотя это немножко тема будущих разговоров, хотя с другой стороны, мы же говорим по namespace, да? Модуль – это такой склад питоновских объектов, который лежит где-то там лежит, и вы можете поимпортить эти объекты к себе. Когда вы импортите вида import mass, ну давайте вот выйдем и войдем, Вовочка, выйди и войди, как нормальные люди в хозы. Вот, значит, когда вы импортите объект вот таким способом, в ваш namespace приезжает один единственный символ, имя которого соответствует имя модуля. И тип у него такой, знаете, как вы думаете, какой? Шаловливые ручонки. В нем и лежат искомые вами объекты, которые вы проимпортировали, теперь они здесь есть. Вы можете написать from mass import, ну не знаю, опять? Immort. клавиатурка такая. Исклоус. И этот исклоус переедет в ваш namespace сюда. Вы можете написать from mass import звездочка, и все, что разработчик модуля mass отнес к символам, доступным по умолчанию, переедет к вам в namespace. Кстати, что такое исклоус? Я даже не знаю, что это такое. То есть нет, я знаю, что это такое, я вру. Помните, я говорил, что нельзя сравнивать вещественные числа. А вот с помощью исклоза можно. Вот это вот ровно оно. Сравнение двух вещественных чисел на то, что они по шиште равны. Вот. Я обещал, что у нас хватит времени, сейчас скажу на что. Сейчас я пороюсь по своему сайтику. Там есть прекрасная... Прекрасная функция АТАН-2. Про нее должна быть целая статья. В смысле АТАН-2, да. Значит, смотрите. Нет, все-таки у нас уже головки немножко кипят, поэтому поверьте мне слегка на слово, а кто не поверит на слово, попробуйте воспроизвести мои рассуждения. А кому, значит, это все равно, не пробуйте. Идея в следующем. У нас есть функция ТАНГЕНС и функция АрктАНГЕНС. У АрктАНГЕНСа есть такая небольшая проблема. Он вообще, говоря, определен... Слушайте, а может быть там есть более интересный текст? Хотя это, по-моему, правильный текст. Нет, это, по-моему, ВМШ. Видите, это ВМШ, 13-й год. Это правильный текст. Короче говоря, у нас есть функция АрктАНГЕНС. Проблема АрктАНГЕНСа, что у нее очень узкая область определения. Ну, мы помним, да, вот, она то ли... Вот, от минус Пи пополам до Пи пополам. То есть мы не можем произвольно восстановить по значению ТАНГЕНСа, какой был угол изначально. Он может лежать в разных квадрантах. Понимаете? Вот. Но обычно нам не значение ТАНГЕНСа приезжает. Обычно нам приезжают какие-то точечки на плоскости. И идея состоит в том, что по точечкам на плоскости можно восстановить какой там был угол. Отрицательный, положительный, большой, маленький. Потому что точечки на плоскости, вообще говоря, сами находятся в каких-то квадрантах. Вот по одному только значению ТАНГЕНСа нельзя, а по числовым значениям координат можно. И функция ТАНГЕНСа 2, она ровно это и делает. Да, вот давайте по ней посмотрим. Help. Слушайте, неужели я не написал полноценную статью на этот счет? Вот тут прямо написано, что поскольку Y и X у вас могут быть положительные или отрицательные, вам, соответственно, приедет отрицательный угол, а не только положительный. Ну, вернее, там со смещением. Вот. Такие дела. Значит, если вы занимаетесь чем-то похожим на компьютерную графику, на питоне, то есть вы действительно считаете какие-то положения точек относительно чего-то там на экране или в вашей модели, то ТАНГЕНСа 2 вам в помощь. Удобная штука. Вот. И последнее, что я хотел на сегодня рассказать, это мое абсолютно новое открытие. Зацените, как бы, анекдотичность ситуации. Я питоном занимаюсь с 2003 года примерно. Всю свою жизнь я считал, что питону, в общем-то, не нужен отладчик. То есть отладчик для питона есть. Это такой модуль, он называется, кажется, ПДБ. Да, вот он, питон-дебаггер. Который поддерживает простейшие команды в стиле ГДБ. Если кто работал с ГДБ на праке, то вот это оно. Вот. И можно им пользоваться там, посмотреть стректрейс, все. Большие среды разработки, типа того же Вингде, содержит встроенный отладчик, который, разумеется, пользуется модулем ПДБ. Я даже собираю в Сизиф отладчик, который называется ПУДБ, который в текстовом виде. Это все сделает? И вот в эти воскресенья у меня был вебинар с учителями различных школ. Вот наш альтлинуксовский яг как раз рассказывал, как в дистрибутивах линейки альтро работать с питончиком. Прямо вот начинать. И меня, разумеется, в лоб спрашивают, где пошаговая отладка? Нам в школе очень удобно. Я такой, а правда, а где? То есть, ну а где, может быть, пошаговая отладка? В самом деле, вот, вот, я думаю, может, она, ну, где-нибудь, где-нибудь, где-нибудь. Ой. А тут есть слово дебаг. А если я скажу дебаггер, отроется окно дебаггера. Ой, стой, секундочку. Сейчас мы это все вернем на место. Это окно дебаггера. Это наша программа. А где наш этот самый? Нет, нам нужно вот вайл и вот это, да? Да что ж такое? Опять промахнулся. А, давайте мы его закроем. Вот. Окно дебаггера. Единственное, что надо сделать, щелкнуть здесь кнопочку source. Тогда он будет отмечать, отмечать позицию, позицию в этом самом, в коде. Правой кнопочкой говорим set breakpoint. Говорим run. А он говорит, я остановился. Видишь? И теперь говорим step over, 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 over. И вот вам дебаггер. Вот вам пошаговое прохождение. Вот тут какие-то информации, какая-то информация о этом самом, о name space. Вот. Вон там значение a, 43 в данный момент. Видите? То есть все как у людей. Я сильно подозреваю, что этот отладчик существовал в Вайдле всегда. Вот. На самом деле, это говорит еще и о том, насколько питон, язык, как бы это сказать, помещающийся в голову, что каких-нибудь волшебных отладочных принтов в случае работы на питоне более чем достаточно, ну и, соответственно, анализа трейса сообщений, анализа stack trace, который он выдает, более чем достаточно для полноценной отладки, ну, по крайней мере, небольших программ. Неожиданно отладчик мне все эти годы был, в общем-то, не нужен. Но он есть. Вот. Задавайте ваши вопросы. Да, значит, домашнего задания еще нету, потому что я перекроил лекцию, в прошлом году лекция была другая, значит, оно будет, ну, буквально вот, если не сегодня, то завтра. Вопросы задавайте. Окей, все устали, всем все понятно. Спасибо тогда. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...